Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Всем привет! Рассмотрим с вами задание из учебника математика 6 класса, автора Межляк-Полонский и Кир, под номером 727. Нас просят вычислить. Итак, у нас с вами пример. И расставим порядок действий. Сначала мы выполним действие в скобках, вычитание в первых скобках, вычитание во вторых скобках, а далее деление и умножение выполним в одно действие. Итак, для первого действия нам нужно сначала 6,8 преобразовать в смешанное число. 6,8 запишем 6,8, а 8 запишем в виде обыкновенной дроби. И сократим ее на 2. Получим 6,4. И теперь можно выполнять первое действие вычитания. От 6,4 нужно вычесть 5,5. Нам нужно привести дробные части к общему знаменателю. Так как знаменатели 5 и 9 это взаимно простые числа, то есть кроме единицы у них нет общих делителей, то мы знаем, что в таком случае общий знаменатель это будет их произведение. Тогда дополнительный множитель первой дроби будет 9, ко второй 5, а общий знаменатель будет 5,9,45. Итак, теперь от 6 целых. Сейчас мы с вами используем основное свойство дроби. Умножая числитель и знаменатель на одно и то же число, мы получим дроби, равные данным. Итак, 9,4,36 знаменатель 9,5,45 минус 5,5,25 числители и 5,9,45 знаменатели. Итак, теперь у нас с вами вычитание смешанных чисел, дробные части которых имеют одинаковые знаменатели. Итак, от 6 отнимаем 5, целые части находим их разность, это единица. Дробные части находим их разность, знаменатель переписываем. В числителе от 36 отнимаем 25, это 11. Так как мы с вами потом будем результат первого действия делить на результат второго и умножать на 3,6, то преобразуем сразу смешанное число в неправильную дробь. 1 умножаем на 45, это 45, и плюс 11, 56. В числителе. Знаменатель без изменений. Второе действие. Для второго действия сначала найдем с вами общий знаменатель, а для этого найдем наименьшее общее кратное для чисел 30 и 12. Общий делитель и у 30, и у 12 это 6, 30 это 6,5, 12 это 6,2. Тогда наименьшее общее кратное. Первое число переписываем полностью и дописываем множитель, которого не достает, это 2. Получили 60. Итак, к знаменателю 60 мы с вами будем приводить дробные части наших чисел. Итак, второе действие. От 2,13. Вычитаем 2,1,12. Приводим дробные части к общему знаменателю 60. Дополнительный множитель первой дроби будет 2, потому что если 60 мы разделим на 30 на знаменатель, то получим 2. А ко второй дроби будет дополнительный множитель 5, потому что если 60 мы разделим на 12, то будет 5. Хорошо. Получаем 2 целых. В числителе 26,6. Применили основное свойство дроби. Умножаем в числителе знаменатель на одно и то же натуральное число. Получаем дробь, равную данной. Минус 2 целые. Опять применяем основное свойство дроби. Получаем 5,6. Разность целых частей равна нулю. Разность дробных частей. Знаменатель переписываем. А в числителе от 26 отнимаем 5, получаем 21. Дробь сократимая, потому что и числитель, и знаменатель делятся на 3. 21 делим на 3, 7. 60 делим на 3, 20. 7,20. И для третьего действия сначала мы 3,6 преобразуем в неправильную дробь. Это будет 36,10. Потому что если мы 36 разделим на 10, мы как раз получим 3,6. Эта дробь сократимая, потому что и числитель, и знаменатель оканчиваются четными цифрами. Значит, оба числа делятся на 2. 36 делим на 2. 18. 10 делим на 2, 5. Ну, теперь третье действие. Результат первого действия. 56,45. Делим на 7,20. И умножаем на 18,5. Делима переписываем. Деление заменяем умножением на дробь обратную делителю на 27. И умножаем на 18,5. Произведение дробей. В числителе произведения и числителе 56 умножаем на 20 и умножаем на 18. А в знаменателе произведения знаменателей 45 умножаем на 7 и умножаем на 5. Сократим дробь на 5. В числителе 20 делим на 5, это 4. В знаменателе 5 делим на 5, это 1. Сократим дробь на 7. 56 делим на 7, это 8. В знаменателе 7 делим на 7, это 1. Сократим дробь на 9. В числителе 18 делим на 9, это 2. В числителе 45 делим на 9, это 5. В числителе 4х8, это 32, 32 умножаем на 2, это 64. А в знаменателе 5 умножаем на 1 и умножаем на 1, это 5. 64 пятых. Эта дробь неправильная, потому что числитель больше знаменателя. Выделяем целую часть. 60 делим на 5, это 12. 64 отнимаем 60, это 4. И знаменатель переписываем. 12 целых и 4 пятых. Все, мы справились с вами с заданием. Запишем ответ 12 целых и 4. 5 пятых. И если вам понравилось наше видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Если остались вопросы, предложения или замечания, то оставляйте их, пожалуйста, в комментариях к этому видео. Спасибо. Спасибо.